Всем привет! На канале новый влог. А я буду послал! Я как обычно называется, начинается с приездом в школу. Да, всегда у нас все одинаково. Ничего не меняется. А я еду в салавоз. Едем, мальчишек отвозим в школу. И дальше берем вас с собой и едем по делам. На Мариновке. На Мариновке мы были уже сегодня. А на улицу? Ну, конечно, погуляйте. Чуть подышите, ну. Чуть подышите. Куда это тоже звонит парень? Не знаю. Ах, уже и деловые с этими телефонами. А конос не разобьет, не споткнется. Это вообще, вы видели, как они их укладывали в портфеле при первом этом? Это было что-то! Ярику даже, не, Ярику или Гоша кому-то, Ярику, наверное, даже полотенце подложила. Потому что, да, он бросает в карман, получается, сразу, ну, как бы на дно попадает. Папа сам с телефоном снил и обсуждают детей. Сразу телефон падает на дно кармана. И все карманы такие глубокие, нету таких, как у Гоши, типа, ну, среднеразмерных, скажем так. И я говорю, нет, Ярик, ты как бы так вот киданешь, и просто он сразу бомбанется. Я говорю, давай, давай, давай тебе положу полотенце на дно, взяла такая маленькая полотенца, скрутила, и говорю, теперь не страшно бросаться. Короче, ты кушал только что, Федька. Ну, петеньку, ладно, сейчас мы петеньку тебе придумаем. Так, мы едем за инсталляцией, решили, Соня, ставить другой унитаз, необычный, а такой, ну, который подвесные, знаете, такие. Короче, нет новых поступлений в АСПР. Потому что, потому что, потому что некрасиво получается, будет смотреться, труба канализационная, и т.д. и т.п. А так они зашьют, спрячут, никакие трубы торчат не будет. А вот это, слоняй, сейчас, может, я ее заберу. О, отлично. Да, Сонечка? Да. Все, давай, выходим, и на улицу ждем тебя. Главный ход. Ага. Так, хочу Соня посмотреть куртку еще потеплее, потому что ее куртка зимняя, короткая. И шапки малые надо потеплее, тоже посмотреть что-то. И мы из них сможем купить? Мне кажется, сможем. Ну, что ты разденешь, если он нормальный, то и не подойдет. Кстати, Федор тоже носит шапку малые, говорит, такая у них есть старая одежда. Смотри, как идут медленно, это вообще, посмотри. Они идут эти невидимые камушки пинают ногами. Клей. Сейчас по чайной ложке. А знаешь, почему? Потому что в телефоне, глазами. И идут так медленно. Так что, поедем, заберем инсталляцию, заодно Соне посмотрим куртку, я хочу там зацумать. По длине, чтобы попа была прикрыта, а то она часто ходит сама, малых-то мы возим практически все время, потому что куда-то уезжаем в обед, их по дороге забрасываем. А Соня ходит сама, чтобы не мерзла. А вот и Соня, добрый день. Со школы пришел, одних отвезли, другую забрали. Так и ездим целый день. Туда-сюда, туда-сюда. Надо Соня еще покормить или не забыть, что не тренинг на четыре сегодня. О, у нас мало времени. Черт с ним. Ну что, папа, делись радостью. Ты про куртки? Да, папе наконец-то купили куртку. Вымочили. Мы ходили, ходили, ходили. Соню купили, сейчас тоже нас кушатся. А то мы быстренько-быстренько так не снимали даже ничего. И папа у нас наконец-то владелец новой куртки. Он так мечтал, так много. И я в нее сегодня перееду. А у тебя новая куетка. Тебе пару дней назад ее купили. У тебя новая? На зиму теперь все полностью экипированы. Даже если будет вдруг у нас в Беларуси, скажем, морозная, снежная зима, да, привалит, мы готовы. Сейчас покажем Соне какую куртку купили. Черненькую, длинную, какую захотела. Конечно, она там брыкалась. Представляете, девочка, сейчас она выйдет, не хотела куртку новую себе. Говорит, мне это и хорошо. Короче, я там думала ее... Наругаю сильно. На куртке сэкономлю. На куртке сэкономлю. Уже хотела психануть, развернуться. Но заходила надутая. Но в итоге... Оказывается, она была просто голодная. Потому что потом заточила блин. Ну а что, забрали со школы. И на тренинг, но... Сейчас на тренировку ее отвезем. Была просто голодная. Да, блин. Ветчина сыра в этой теме. Сделал свое дело. Настроение поднялось у нее, и все. Курта резко стала хорошей. Ну, вон, кстати, наша дамочка. Курточки новую. Чик. Ну, правда ж потеплее будет. Конечно. Спортивный пятачок. Да? Спортивный пятачок, да. Левкоатлетический манеж справа. Слева ледовый дворец. Слева прямо диспансер спортивной медицины. Потом водных видов спорта дворец. Это бейсбольная площадка. Там еще одна для тренировок и метаний. По-моему, вот так. О, спорт, ты жизнь. Все, с таком бы и тебя. Солечка, прибыль закончишь, звонишь. Так, турнир по легкой атлетике идет. Завтра начинается. Как? А потом куда? Пока. Пока. Так, надо Ярослава сюда, он быстрее всех бегает у нас. Представляете, у нас Ярик вообще такой бегун-бегун, да, папа? Ты удивляешься, как может быть турнир во время коронавируса? Да. Ну, вот как-то так. А потом начинают потихонечку какие-то выгодные, наверное, турниры проводить кому-то выгодные. Нет, я, конечно, не против турниров, как бы. Ну, просто если уже всех под одну гребенку, в данном случае, то всех под одну гребенку. Или проводить и у всех, все. Или ни у кого ничего. Кто мне шапку снял? Я тебе снял, чтобы не было жарко, когда ты спал. А что такое, нельзя тебе шапку снимать? Конечно можно. Конечно можно. Ну, спасибо тебе большое. Конечно можно. Кстати, Федор, под предыдущим видео кто-то написал, что Федор наглый. Он что, быканул? Передай его, Федор, привет. Ты что, быканул? Федор, кто там написал, что ты наглый? Он просто самый маленький, самый избалованный. Он совсем еще не наглый. Наглость это... Что ты избалованный? Ребенок в три с хвостиком года не может себя вести, как тот же ребенок в восемь лет, например. Да, наглость это уже приобретенное такое. И да, и вообще за столько, скажем, такой промежуток жизни, ты просто не можешь быть еще наглым. Ты просто где-то, может быть, не сталкивался с чем-то, чуть не воспитан, ну, хотя тоже, как можно говорить о воспитании, когда воспитание его уровня, это попроситься на горшок, помыть руки, придя, и сказать спасибо после еды. Вот как бы и все, да. А наглость это уже, ребята, такая, хитрость. Это хитрость такая, крайность хитрости. Наглость это крайность хитрости. Хотя бы там с первого класса уже есть такие дети, которые, они такие немножко другие, непростые. Там уже можно разговаривать о наглости. Ну, не в три года о наглости. Он просто малыш еще. Да, Федор? Но веди себя хорошо, чтобы так не писали. Не говорите мне. Вот, обидюся. Ты обидишься? Не говорите по мне, не говорите. Мне кажется, я скоро откажусь от этого интернет-магазина из этой большой очереди. Это какой-то капец. Приехал забрать. Все же пользуются интернет-магазинами, потому что удобно. Ну, наверное, от того, что все начинают ими пользоваться, такая очередь. Может быть, кстати, да. Ну, как-то совсем, может, совсем. Стоять, мерзнуть не хочется. Ну, вы посидите в машине там. А ты, эта кошка, откроешься. Я за вами. Ну, у тебя опять толпа. Не то, чтобы толпа, но... Ну, что, папина очередь уже подходит, по крайней мере, заходить вовнутрь. Поэтому осталось нам тут сидеть недолго, меньше получаса. Еще заедем за покупками. Федор Сергеевич закомандовал в оранжевый магазин. Давай, оранжевый магазин, одевайся. Елку пойдешь смотреть. Там такая красивая. Подожди, подожди, малыш, подожди. Будешь на ней бегать? Поднимай голову вверх. Смирно! Желание загадывать. Опачки. Смотрите, какая красивая. Очень красивая елочка. Иди, иди, иди. Побегай внутри. Федор Сергеевич уже нас заманал. Ему нужна елка дома срочно. Да, Федор? Ты, наверное, думаешь, если поставишь елку сразу Дед Мороз придет? И подарки принесутся. Я не знаю, если поставишь елку. Девочка! Пробеги. Пробеги на полу. Ветер, такая погода. Ой, капец, капец. Ты машину закрыл? Да. Все? В багаж? В багаж идешь? Давай, дорога. Это что такое, Федор? Совершил покупки? Что ты себе приобрел? Расскажи. А вам демсы. Покажи. На, покажи. А вам демсы. О, самое полезное и любимое. Не выкладывай. Он же себе приобрел. Это папа меня купил. Мы купили горох. Микрозелень. О, решили попробовать. Дали. Он пророс. Ммм. И масок целую кучу. И мужа. Что же еще такой? Ситуацием? А сейчас. Палю, палю. Палю, палю. 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 Ну что? Чуть-чуть купили продуктов. На два дня, да? Ой, ёлка. Уже и темнеет на улице. сумка где была у тебя в двери там одна а там две багажнике есть может ну это вот точно вы снимаю хотя ребята можете написать о свою витя куртку стоит ли к ней пристегивать искусственный ну что папа меня спасибо что выключил цвет тоже вот ну все это уже не такая тесная как в той которая сейчас ходил и должна быть тоже теплая так у нас уже следующий день и мы едем в магазин знаете зачем у ярика на новом телефоне отклеилась стеклозащитная на игрушку за 900 рублей да это игрушка за 900 рублей ребята смотрите прикол 900 рублей переведи как то в эти в доллары 900 рублей это 400 не 380 380 долларов короче чтобы получить одну игрушку мягкую надо получить а купить ее за 5 рублей надо насобирать чеков один чек дается на 15 рублей покупки то есть надо сделать покупок на 900 рублей чтобы тебе разрешили купить игрушку за 5 рублей представляете не что подарить уже но 10 наклеек и тогда вот такой вот чухню дадут за 5 рублей ну короче мы все равно как бы в том магазине все покупаем собирали наклейки а соня их клеила вот в такой вот мы выкидывали а соник сейчас едем в общем с этим защитным экраном разберемся я рифтера просто положил телефон и отскочил он отскочил этот защитный экран так сейчас я сяду это холодно вчера пузырьки были вы съездили там их типа выгнали отдали а потом вечером у него как-то положила стекло просто и отскочила привет привет помашите все подписчикам там лед и еще мы хотим купить кое-что малым в комнату хотим гирлянду хотите гирлянду чтобы окно полностью так вот все светилось еще пару игрушек у нас традиция просто на каждый новый год покупать одну пару игрушек таких ну как на елочку и каждый год мы добавляем несколько игрушек новых на елочку есть шарик барселоны шарик ял мадрида или ювентуса нет туда он привез барселоны вам его это тут их не продают а там то они есть принципе если там бы кто-то был был бы тебе полюбил бы короче поедем посмотрим что там можно приобрести интересного может не шарик уже а что-нибудь такое кто будет жвачку правда может не шарик купим а какую-нибудь фигурку посмотрим посмотрим вас берем с собой на этом же месте так еще парикмахерскую надо записаться остановишь меня возле парикмахерской не дозвонилась до них сегодня пришлось заново заплатить они не дают гарантию на стеклозащитный приобретенный не у них то есть заново приклеил я река еще раз от лепиться будут гарантии две недели папа мне подарил магнитик смотрите ребята добрый человек спасибо тебе родной это нам на шестерых так у меня наоборот казалось бы есть куда лопать так записала пацанов парикмахер закона на девятое число тебя всех всех троих на 9 на 1830 9 это какой день неделях среда вечер федор пойдет если последний урок нет если на 1840 они просто ты их заберешь и привезешь сразу пока будет федора стричь и конечно федор пойдешь так же едем корону за игрушкой корону за игрушкой крошу лет за 900 рублей в магазине оставили за месяц там или за сколько или за неделю даже не знаю сколько мы наклейки сыграли месяц две недели три сколько две недели два месяца собирать стремились игрушку это купить это очень нужна она была едем за игрушкой покажем эту игрушку чудо ну что софья сергеевна хотела игрушку маленький ребенок пошли ходе и федору федору да но но что-то что-то сказывает а получается 69 у нас здесь что тут еще выбрать нельзя и что-ли ну да да мы дракоши или единорожки два единорожки давай единорожки это ты просто берешь а какая там будет неизвестно да ну что-то вот из этих так а ты же не знаешь как там будет выбираешься да вот неизвестно лишь как тут вопросительный знак стоит короче еще попадется самое некрасивое забери впереди ничего не видно там капсула закрыта все пошли потом откроем ветер жуткий сейчас софья сергеевна откроет кстати там четыре варианта единорога может быть два из них некрасивые белый и голубой розовый зелененький красивый сейчас посмотрим какая соня везучая сейчас я сяду ну что карточка подожди она там еще как еще вот да вот еще сверху замочки видишь вытащить вот так надо поднять загнуть ну как это тоже там надо еще надо собирать 100 карточек вот он нарисован голубая карточка голубая на коробке везучкин давай раскрепывай нормально а если там еще должны быть карточки там по три карточки игра просто поэтому а ну так эту еще надо 10 раз по три карточки собрать федя сделай пожалуйста потише он не умеет делать вид вот эту штуку давай на распал не а вот смотри тут кстати можно обрезать вот и вот какая-то типа еще картинки собираются лишь типа это как игра тоже какая-то вот здесь обрезается вот здесь обрезается но покажи что стоит 380 долларов игрушка капец просто нет она такая симпатичная конечно обычная плюшевая игрушка ну пойти бы хотя бы бесплатно уже такое количество наклеек дарит честное слово это да да я ее тут сниму получше покажу ребятам какая красивая игрушка у 13-летней девочки короче это из какого-то мультика походу да соня нет мистерия мистопия на болезнь похоже на звание так что это такое мистопия мистопатия это уже короче вот такая вот единорожка а это следующий раз можно опять точно такую же легко берешь не видишь что то есть всех единорогов из себя будешь собрать молочить тебя замучиться и вообще тогда эту акцию 5 лет надо устраивать так держи это мусор на твои карточки не если просто все равно сюда ходишь то какая разница это же не то что уже маразмом было бы специально ездить ради этой игрушки здесь закупаться и собирать эти наклейки вот это было бы уже тоже полный капец да с головой а так дают и дают все равно берешь ну что покажитесь так нам надо полтора на полтора да а вот лицах вверху видишь стыненьки вот тут вот соня смотри можно тебе своим подружкам всякие такие вот ну смотри штучки может ты захочешь смотри какие снежинки красивые деревянные смотри так нам надо полтора на полтора как вот какая ездить висюльки а такая просто по кодам наверно да вот 267 и смотреть вот там вот то есть внутри вот эту циферку вот я нашла гирлянда дождь полтора на полтора 34 рубля нету ничего подешевле сейчас будешь искать подешевле что-нибудь сто вторая да не знаю тут предоставлено у нас сто вторая и где там это это не для средних умов система короче тут надо как-то сто третье это 105 стоит 34 рубля а 102 тоже 34 полтора на метр по 26 полтора на метр все в полтора то есть не подойдет маленькая но у нас окно полтора на полтора ну прям по крану все закрыто но если не до конца не до влево до конца не дойдет не дойдет не хватит она полтора будет розетку у нас здесь а она смысле тут наоборот хорошо как раз самого не села но раз хорошо чем нам чтобы на подоконнике лежала пусть висите потому что метр сорок вообще одну метр сорок поэтому если полтора то она будет просто лежать еще на подоконнике да 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 а это будет почти до самого низа доставать это тыкнуть надо проверить мальчишки вы хотите цветные огоньки или цветные цветные я нашла снеговичка который светится всего лишь 6 рублей 960 всего лишь гирлянда 20 снеговичок всего лишь 6 так просто ну лучше дождик правда чем сетка не ну таким по-любому лучше дождик конечно сетка там не то есть как ты сетки будешь опускать им полетно через эту книгу такие крючки специально папа не может найти крепление я нашла держатель для провода нам же хватит тут их 7 штук вроде не не 7 6 6 крючочков хватит федор не может проехать это крючочки чтобы их прикрепить как ну а на окно повесить зацепить эту гирлянду гирлянду как такие о прозрачные до 6 штук хватит хватит а что там же у нас еще одно окно с гирляндой которую мы не повесили какой зале это нам на подоконник мы положим просто там не вешать это гирлянда она такая большая это мы потом уже в новый дом будем вешать эти деревянные дети растерялись ярик хватает все подряд и носит мне что прикольные шарики прикольные шарики папа смотри и свечи можно тебя вывести это вот так как не заходите в школу на резистов не хотят школу эти представляете они пошла сони болел живот сильно а сейчас ей не болит живот да отведите иску не позорьтесь короче мы разбежались по всему магазину растерялись и не знаем что купить сколько штук давайте поделим касса как же одну не ну две три давай вот вот реально таких вот красивеньких 2 3 ябл такого фонарика кого-нибудь даже еще бы тебе все эти фонарики а вот этот вот который продолговатый он красивый посмотри золотой не очень пошли с той стороны что ты тянешь через эту я не могу разорваться ребята вас так много здесь красный там еще папа слушай но они такие дорогие по 12 рублей так гоше понравился тот желудь который нравится мне и мне он тоже так что большинство еще один голос и большинство можно выбрать а этот берем я нет я это выграю что я не знаю клея не видно сам аккуратно такую с грибочками да 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 берем такой с моего магазина так ярик давай теперь ты выбираешь что только нашим выбрал так гоша выбрал соня выбрала больше все твое время прошло нет птички птички это не такие разноцветные ну понятно что разноцветные блески на разные цвета ну посмотри письмо красиво я нашел грибочки еще домик до ярик нашел домик а можно еще вот они разные они разные нет более аккуратно домик берем домик берем у нас нет так что у нас давайте посмотрим вот такой вот такой битой домик и грибочки я я хочу круглую ну выбирай круглую но не все федорного федор на нас и кидаешь ты чё там выканул папе разрешили выбрать себе игрушку выбирай папа себе игрушку буду так легко было эти красивые долговатые убери себе одну нет я уже выбрала мы слышали желудь на двоих взяли что желудь желудь кто-то из пацанов выбрала мы с тобой на двоих вот такую одну она и продолговатая как тебе нравится только не золотая нет так она вот есть красненькая есть серебряная такая есть такая я продолговаться вот серебряная еще но серебряная и красным наконечником бери красный красный сребряная с золотым наконечником вообще ни к чему это можешь ты выбрать мне не хочу есть елка насмотрелись нет нет ну вы оставайтесь мы пойдем дальше поэтому и хотел как с моего детства фонарики фонарики с детства ну все короче смотрите домик прикольный домик прикольный все погнали кто-то в школу сейчас опоздают давайте 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 в школу ты не хочешь а я не хочу кушать готовить и работать тоже так что почесали